Искушение Иисуса Искушение Иисуса Евангелие от Матвея 4 глава с 1 по 11 стих Тогда Иисус возведен был духом пустыню для искушения от дьявола И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал И приступил к нему искуситель и сказал Если ты, сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами Он же сказал ему в ответ Написано Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма И говорит ему Если ты, сын Божий, бросься вниз, ибо написано Ангелам своим заповедует о тебе и на руках понесут тебя Да не приткнешься о камень ногою твоею Иисус сказал ему Написано так же Не искушай Господа Бога твоего Опять берет его дьявол на весьма высокую гору И показывает ему все царства мира и славу их И говорит ему Все это дам тебе Если, пав, поклонишься мне Тогда Иисус говорит ему Отойди от меня, сатана Ибо написано Господу Богу твоему поклоняйся И ему одному служи Тогда оставляет его дьявол И все ангелы приступили и служили ему Размышления, часть первая Сила Слова Божьего Евангелие от Матфея Четвертая глава с первого по седьмой стих В этом отрывке мы читаем Как дьявол искушает Иисуса Как человеку, Иисусу Искушение не чуждо Но он побеждает искушение Силой живого Слова Божьего Мы тоже можем побеждать искушение Как это сделал Иисус Ибо есть сила в Слове Божьем И мы можем провозглашать эту истину С еще большей уверенностью Потому что знаем, что нам дан Дух Святой А там, где Дух Господен Там свобода Поэтому давайте верить в силу Слова Божьего И надлежащим образом использовать Писание Не как чтиво перед сном А как центре основания нашей повседневной жизни Насколько хорошо вы знаете Писание В сравнении с цитатами из фильмов Результатами спортивных матчей Последними тенденциями в моде Или событиями в политике Давайте будем наполнять свой разум Больше Словом Божьим И меньше миром Размышления Часть вторая Бог превыше всего Евангелие от Матфея Четвертая глава С восьмого по одиннадцатый стих В искушении Христа Нам показана мощная истина Противостаньте дьяволу И убежит от вас Послание Якова 4.7 Нам даны два указания Во-первых Покоритесь Богу И во-вторых Противостаньте врагу В результате враг убежит Кто-то может возразить Что противостать Очень трудно Но автор послания к евреям говорит Что мы еще Не до крови сражались Против греха Евреям 12.4 Применение этого местописания Для современной церкви Может быть таким Не сдавайтесь Слишком просто и быстро Но как нам обрести Больше силы в борьбе с искушениями Покоряясь Богу И выбирая Его Превыше всего Он выиграет битву Этого дня Для нас Не пытайтесь Победить искушение Своими силами Вы проиграете Вместо этого В молитве Ищите силы Божьи Поставьте Бога На первое место Он Никогда Не проиграет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok